Меня зовут Алиса, и я изучаю медицину уже 7,5 века. Буду еще полтора, но потом все, в принципе, всю жизнь. В общем, если вы не против, давайте я проведу небольшой опрос, чтобы получше с вами познакомиться. Скажите, пожалуйста, а кто сидел на диете ради похудения? Смелее. Ну это приятно на самом деле. А кому доктор прописал какой-то конкретный рацион питания, и он придерживается его неукоснительно? Это здорово. Скажите, пожалуйста, а кто принимал витамин А, витамин Е, бета-каротин в таблетках? Потом поймете, зачем мне это нужно. Друзья, для начала, когда я слышу о здоровом образе жизни и здоровом питании, в частности, я думаю, о смешмек-салатиках. В общем, на самом деле я вас немножко обманула, потому что моя лекция не совсем о ЗОЖ. Она о том, что у нас считается здоровым образом жизни, но на самом деле им не является. А в основном является уловками маркетолога. Ну, в общем, давайте для начала с терминологией. Ну, что такое ЗОЖ, это, в принципе, понятно. Наверное, стоит просто сделать акцент на том, что здоровый образ жизни, он придуман для здоровых людей. А для людей, у которых есть заболевания, есть рекомендации врача, а не здоровый образ жизни. И здоровый образ жизни в его общем понимании может им даже немножко навредить. Собственно, ну, наверное, вам не очень видно, но на самом деле я этот скриншот сделала вот для этого пункта. Видите? На самом деле здоровье человека более чем наполовину зависит от того, какой образ жизни он делает. Это очень важно. Для меня это важно, во-первых, потому что это так сказала Всемирная организация здравоохранения. А во-вторых, для меня это важно, потому что я не люблю лечить людей, у которых инсульт, ожирение и диабет. Потому что это сложно. Ну, как сказать? На самом деле, что же является детерминатами здоровья в понимании людей, среднего населения? Ну, то есть вы понимаете, на самом деле мало кто считает, что от медицины зависит всего 10%. Особенно, когда он попадает в больницу, он думает, что, ну, как минимум, там, под 80%. Важно также указать, что существуют разные исследования, в том числе, согласно одному из них, то, насколько здоровье зависит от образа жизни, увеличивается с возрастом. То есть, чем вы старше, тем больше это влияет на ваше здоровье. Но конкретно эта лекция, она в частности о питании. Я хотела вот ещё вот это вам показать. На самом деле, мне очень грустно понимать, что вот есть люди, которые ведутся на это. Потому что, как мне кажется, общего образования и школьного курса биологии, было бы на то, чтобы понимать, что, к сожалению, это неправда и никто вас не вылечит от этого. Так что я считаю, что на самом деле здоровый образ жизни ещё и зависит от образования. То есть образование должно быть достаточно хорошим, чтобы понимать какие-то основные его пункты, не будучи медиком. И вы согласитесь, это было бы более важным для вас, нежели то, что вы учили на некоторых предметах в школе, более жизненно. Так, давайте для начала, поскольку это всё-таки часть моей лекции о питании, и я хочу ещё потом сделать о режиме и безнагрузках. Для начала определимся с тем, кто мы и что нам стоит есть, ну, что должно представлять основу нашего рациона. Вот справа корова, у неё 4 желудка, и её кишечник по отношению к телу очень длинный. А у человека и котика он короче, ну, по отношению к длине тела. У котика, как и у нас, один желудок. И котик, как и мы, не в состоянии перевалить растительные волокна, ну, потому что его желудок не настолько сложен. Из этого можно сделать некоторые выводы. Например, то, что мы всё же ближе к котикам, чем к курицам, у которых 3 желудка, и коровам, у которых 4. А лошадь? Это здравый вопрос. Действительно, у лошади чуть проще устроена пищеварительная система, они чуть-чуть ближе к нам. Тем не менее, мы не можем переваривать пищевые волокна. Но они отлично помогают нашей моторике. Они её усиливают и, в принципе, выполняют ещё некоторые функции. Но, тем не менее, они не являются основным источником нашей энергии и строительных материалов, так сказать, для нашего тела. В общем, с этим мы определились. Но очень важный вопрос. Вегетарианство действительно позволяет снизить риск некоторых заболеваний. Это очень серьёзные заболевания, которые в структуре смертности людей занимают довольно-таки значительные места. Тем не менее, во-первых, в частности, в нашей стране это дорого. Во-вторых, необходимо гораздо более чётко формулировать, так сказать, свой рацион с той целью, чтобы получить всё необходимое. Потому что некоторые особенности растительной пищи не позволяют ей быть настолько биодоступной, как животные. В частности, если из мяса мы можем получить до 30% того железа, которое в нём содержится, то из растительной пищи не более трёх. Поэтому нам физически надо есть больше. Ну и, конечно же, мясо гораздо более подходящая пища в случае высокоэнергетического труда, ну, большого по энергозатратам. Поэтому не подходит, например, шахтёрам и полярникам. Далее, можно всё-таки сказать, что даже веганство, которое предполагает, в принципе, неупотребление пищи животного происхождения, а также неиспользование в обиходе вещей из животных, даже веганство предполагает при добавлении некоторых вещей в виде добавок, пищевых добавок, всё же при правильном планировании сделать себе относительно нормальный рацион питания, если вы здоровый человек. Но возникает вопрос, а если ко мне, например, в стационар попадёт веган? Ну, веган, везде. В общем, как я буду его лечить, если большинство препаратов прошли испытания на животных? Ну, то есть у меня есть физраствор, какие-то гометические вещи, типа экстракта фиалки в очень-очень большом разведении, ну и, собственно, всё. Некоторые препараты вообще животного происхождения. Как я могу их использовать? Далее диеты. Диеты являются на самом деле очень вредной штукой, и чем более однообразный рацион в такой диете, тем это опаснее. Просто потому, что он вводит в ваш организм дефицитное состояние. Ну, дефицитное по отношению железа, дефицитное по отношению витаминов не которых. Это не важно. Просто в отношении белка. Просто суть в том, что дефицитное состояние нарушает обмен веществ, которые потом придётся длительно восстанавливать. И, конечно же, те, кто пробовал на себе диеты для похудения, в основном говорят о том, что потом вес возвращается назад. Далее то, что я очень хочу вам рассказать, это то, что, ну, в общем, шлаком нет в нашем организме. Ну, просто нет. Ну, и в связи с этим сразу следующая информация. В общем, есть такие методы исследования, как ректоромоноскопия и колоноскопия. Это такие методы исследования, при которых с помощью зонбосоптоволокна врач может увидеть состояние слизистой вашего толстого кишечника. А есть гидроколоноскопия или гидроколонотерапия. Это такая процедура. Клизма. Да, да, это клизма. Ну, а не жир, как это назвать так. В общем, в процессе которой несколько десятков литров воды заливается в ваш кишечник и вымывает оттуда ваших лучших друзей. Ваши лучшие друзья живут и умирают для вас. Они участвуют в формировании вашего иммунитета. Они сами бьют ваших нет друзей, если они вдруг попадают в кишечник. Ну, это, конечно же, бактерии, которые населяют толстые кишечники. Они даже делают для вас часть витаминов, в частности, витамины группы В. Поэтому я считаю, что такая процедура не только опасна, но для некоторых людей, у которых есть действительно органические заболевания слизистой толстого кишечника, но и для всех в принципе. Потому что наша микрофлора формируется длительно и нарушение её может повлечь за собой довольно неприятные последствия, скажем так. А после антибиотиков? Да. Такая же история. Но мы же говорим о здоровых людях, правда? Ну, ну. Далее. Вот тоже очень интересная вещь. Мне правда грустно понимать, что есть люди, которые не только издеваются над своим собственным организмом, но и советуют это делать другим. В общем, суть вот этой вот вещи в том, что человек сначала голодает один-два дня, ну или пьёт яблочный сок, а потом он пьёт где-то полстакана оливкового масла и сок лимона. И потом он это запивает ещё магния сульфата. И ждёт. Из него выделяются камешки. Он считает, ну то есть те, кто пропагандирует этот метод, считают, что это камни жёлчного пузыря. На самом деле это является ложью. Во-первых, ну давайте будем всё-таки, ну я же медик, я люблю подробности, да? Эта штука всплывает на воде. Камни, все камни, даже холестериновые, достаточно плотные, чтобы опадать на дно какого-либо сосуда, в котором они находятся, причём даже если они находятся не в воде, а в более плотной субстанции, которые находятся в нашем жёлчном пузыре. Это могут подтвердить те из вас, у кого на УЗИ был диагностирован калькулёзный холецистит. Ну то самое заболевание, при котором камни жёлчные. На самом деле такая вещь не только вредна, потому что опять же смывает микробиоту толстого кишечника, и это неправда, потому что это то самое омылённое оливковое масло, и зелёный цвет ему придаёт всего лишь жёлчь, которая с ним смешалась. Это действительно опасно для тех, у кого есть, так и есть, кальцирозный холецистит. Да, действительно, некоторые виды камней можно полечить терапевтические, а не хирургические, но если вдруг в процессе вот такой вот процедуры очищения такой камень, будучи в диаметре больше, чем вот эти показатели, всё-таки сдвинется, ну потому что жир, он сам по себе вызывает усиление моторики жёлчного пузыря, и действительно он может вызывать выделение камней. И если вдруг такой камешек встанет и закроет жёлчный протон, то такой человек будет требовать неотложного хирургического вмешательства. Неотложные хирургические вмешательства всегда хуже плановых, потому что у них выше смертность. Далее я хотела сказать об очень популярной сейчас вещи. Во-первых, детоксикация — это ложь, потому что это вещь, которую популярно было считать правдой, и в принципе и микробиологи, биохимики типа Белиза в начале 19-го, точнее в конце 19-го, в начале 20-го века. Сейчас, если вы говорите о детоксикации с помощью соков, то это слегка анахронизм. в медицине существуют антидоты, в медицине существует дезинтоксикационная терапия, но она не включает питание соками на протяжении нескольких дней. Вам действительно может стать легче от такого питания, если вы перед этим очень традиционно отпраздновали Новый год, потом Рождество, и в общем не выходили из вот такого не очень здорового режима питания, и тут вдруг раз, пару дней с очки, в принципе, печень сказала «Ох!» Ну и, собственно, вам физически лучше. Но если вдруг у вас была не диагностированная язва, она может резко обостриться. Гастриту тоже станет хуже, может обостриться хронические панкреатиты, а может не обостриться. Ну да. Но суть в том, что у него шанс так обостриться выше, чем если вы просто не будете переусердствовать, когда вы празднуете Новый год. Поэтому, на самом деле, нормальное питание, то, за которым я вам советую пойти на сайт ВОЗ и посмотреть, нормальное питание это гораздо лучше, чем есть, есть, есть неправильно, и тут вдруг на пару дней перейти на с очки. не идут и бомблят клетку, в том числе разрушают, типа разрушают немножко ДНК, у ДНК чуть-чуть меняются на театиды, это приводит к мутации, ну, такая вот вещь, она повышает риск развития рака, и поэтому была масса исследований, согласно которым метеоксиданты должны снижать риск развития некоторых заболеваний, в частности, некоторых онкозаболеваний. Также существует свободно-радикальная теория старения, согласно которой вот из-за накопления этого блюда, который сделали свободные радикалы, клетки стареют быстрее, ну и, собственно, мы сами становимся менее трудоспособными, более старыми, но это если вкратце. Так вот, антиоксиданты существуют у человека свои собственные и те, которые он употребляет с пищей. К таким в частности относятся витамины А, Е, также это селен, и в принципе здоровому человеку при нормальном питании, в составе которого есть где-то 400 грамм овощей, хватает этого и не нужны никакие дополнительные добавки. Если увеличивается состав вот этих экзогенных антиоксидантов, то падает количество своих собственных. И это действительно опасно. Во-первых, если количество антиоксидантов довольно большое, то они как бы вам сказать, не нейтрализуют вот эти свободные радикалы и раковая клетка, которая должна была под влиянием белка АП-53, который является нашим естественным антиоксиданом, с помощью апоптоза, не уничтожается. Поэтому, если в организме уже существуют раковые клетки, и вы будете давать экзогенные антиоксиданты, ИП-53, во-первых, будет думать, что у нас же все нормально, потому что нет свободных радикалов, потому что их всех уничтожили антиоксиданты, ну, точнее, нейтрализовали. Во-первых, он не будет активен, и он не будет репарировать ДНК, и во-вторых, он не будет вызывать апоптоз клетки, она не будет самовничтожаться, она будет расти дальше. Именно поэтому, если дать человеку, у которого развивается онкозаболевание антиоксиданты дополнительно, оно быстрее метастазирует и быстрее растет. Поэтому антиоксиданты очень опасны для ваших бабушек. Ну, что я сказал, в тизере. Ну, думаю, это все. Спасибо за внимание. Собственно, большое спасибо за просмотр. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста. В ЗОЖ входит еще часто закидывание витаминов. И мне хочется спросить, как полезно, не полезно, да, если такие есть вопросы. Будем шире БАДы. Не-не-не, витамины, потому что БАДы, это понятно. Понимаете, есть некоторые вопросы. Вот, например, в США все-таки сложнее продать большому населению без рецепта то, что называется витаминами, типа лекарства, чем продать БАДы. Поэтому, в частности, там продают кальций, витамины, иногда под названием БАД. Ну, то есть, но это на самом деле витаминки. Те, которые у нас, проще продать и как просто витаминки. Но, помимо чисто юридических вопросов и организационных, на самом деле нормальное питание, здоровый образ жизни, здоровое питание предполагает такой рацион, который не требует дополнительных витаминов. То есть, можно смело утверждать, лучше тратить денежки на вкусную еду, чем на аутотихию. Сбалансированную. Только если бедная почва, на самом деле. Что-что? Ну, если бедная почва, то действительно, мы не можем сколько съесть удобренной зелени, приваренных апельсинок. Сложный вопрос, но, как мне кажется, можно найти варианты. В частности, можно вместо апельсинов яблочки кушать. Да, там другой состав, но на самом деле важно разнообразие питания. Понятно, что зимой, например, овощей меньше и они там полулонитратные, но на самом деле важно разнообразие пищи и следование тем правилам, которые есть на сайте РОС. витамин С, да, антиоксидант и фулерен. Ну, вы знаете, все сожидится. в частности, понимаете, я не могу утверждать ничего, пока у меня нет статьи, которую я могу вам вот так вот показать. Вот смотрите, статья, которая вам не видно, я могу вот так вот показать. Тут есть витамин А, витамин Е. Они увеличивают смертность у людей, которые участвовали в этом исследовании и у которых уплывала. А вот наживут. Но на самом деле дело в том, что люди все равно покупаются на маркетологические трюки и все равно едят. Так можно просто включить тех, кто решил купиться на маркетологические трюки и просто их поисследовать, потому что, как правило, они едят это независимо от рекомендаций врачей. На самом деле всего 30% людей обычно следует рекомендациям врачей. Да, но после витамин А и Е они же жирорастворимые, получается, и накапливаются в организме. А витамин С уже водорастворимый. Если его не есть, соответственно, то он же не будет задерживаться, его не будет хватать. Ну как это? Я согласна с вами, но я же говорю, доказан вред этих. Другие требуют дальнейшего исследования. В частности, это касается и селена, которые вообще не витамины, а украинские. Ещё? Спасибо большое, это очень интересная. Тема закрывала, на самом деле, она немного шире. Ну, 15 минут. Чуть-чуть от себя хочу сказать, что вот потребность дополнительных витаминах, она и не касается здоровых людей, которые живут огромное размерное житель. А когда они с тем же ЗОЖ упоряются в излишние нагрузки, вот тогда вот он может, вот что-то. Но это должен рекомендовать врач, я считаю. Спасибо. Я часто слышу, особенно сейчас было чётко, о людях, которые живут равномерно, размеренно, и я так понимаю, правильно занимаются физическими нагрузками. А есть ли у вас какие-нибудь данные, мысли по поводу того, насколько в среднем обычный человек приближён к стандартной норме с ЗОЖ? И что делает с этой разницей? Скажем так, опять же, есть некоторые рекомендации, они касаются только здоровых людей, они касаются людей, которые имеют некоторую физическую активность, но не занимаются спортом профессионально и не переусердствуют. Не переусердствуют, это там до 30... Ну, есть разные рекомендации, понимаете, вот поэтому я хочу вторую лекцию сделать. и они занимаются среднеинтенсивной физической нагрузкой до 45 минут три раза в неделю, а в некоторых исследованиях два раза в неделю, а в некоторых 30 по три раза, а в некоторых 25 раз в неделю. Ну, понимаете, то есть сложно вывести какую-то общую схему, потому что это не то, почему можно сделать такое полноценное исследование. У нас это называется мета-анализ. Это берётся очень-очень много исследований, собирается в кучу, и мы действительно выясняем, так это или нет. Но тут сложно проверить, потому что есть разные дизайны исследований. Я немножко не понимаю, что в состоянии может значить здоровый в жизни, человек, который его ведёт. Я больше к реалиям и к тому обычный человек, которого мы все знаем и не вернется. насколько он отвечает за это вы же, наверное, сами знаете. Я вот понимаешь, мне бы хотелось как от человека, который занимается больше медициной, чем я, далеко сильно больше. Вы слышите, какая разница? Большая? Огромная. Я скажу, как врач, огромная разница. Я своим пациентам говорю, что человек медицину совсем не справил, а человек не справил. Я поэтому и спрашиваю разницу. Огромная. Спасибо за поддержку. Почню. У кого нет вопросов? Есть ли? Есть. Да. А может вопрос к докладчику? Все такие вот, что такое ЗОЖ, резюме такое маленькое, что такое ЗОЖ, кроме указанных там диет, очищений, внедрений, и так далее веществ? Здорово удерживление это нечто большее, чем только диет, безнадупки и очищения или нет? И почему вы нацеплены заголовок лекции? Почему это ЗОЖ самый правильный может быть введен? Я понимаю, что нельзя предъявить рекомендации, но что я надеюсь на разные аспекты ДОЖа, то есть по диетам понятно, по очищениям понятно, все правильно. А что еще в это входит? Может какие-то психологические, окружения, ну и вот это опять же это тема очень-очень большого доклада. Коротко это комплекс тех вещей, которые мы делаем по поводу своего режима, по поводу режима питания, по поводу режима физической активности и по возможности на самом деле для некоторых людей возможно это касается даже смены климата. То есть это действительно очень разные рекомендации для разных людей. И ну можно так сказать. Героинщик может быть ДОЖник? Может. Героинщик. А Вы видели здорового героинщика? Я Вас спрошу даже. Он не может быть здоровым человеком. Ну разве если он только-только употребил свою первую дольку? только героинь принимает, а в остальном ДОЖник идеальный? Нет, нет, он наркологически и больной. А Вы кто-то знает ГОД. Если хотите я могу добавить Вам просто несколько слов. На Ваш вопрос тема лекции скорее не о ЗОЖ, а о тех иллюзиях, которые люди вкладывают в ЗОЖ. То есть о моде на ЗОЖ как вредном психологически вредном факторе, который оказывает больше вреда для здоровья, чем пользы. То есть люди идут за лозунгами, а не за своим здоровьем. Врачи чаще всего тоже вовлекаются в этот бизнес, индустрию и очень редко врачи говорят о том, что люди занимайтесь собой, своим здоровьем сами, осознанно. К врачам ходите за консультацией, а не за лекарствами. Консультация это значит ответственность несет пациент, а врач несет ответственность за свою консультацию, за качество консультации. Можно ли, исходя из вышесказанного, выделить какие-то профессиональные заболевания тех, кто занимается здоровьем зожи? Извините, вы знаете профессию зожи? Я правильно уважаю историю? Ну, да, есть, но это зависит от конкретно того, чем он увлекается из этого всего. То есть, что у него было изначально из недиагностированного хронического, мы же говорим о здоровых людях, которые занимаются зожи, правда? Точнее, недообследованных. И что обострилось из этого? В зависимости от того, чем он занимался. Это слишком широкий вопрос. Окей, я могу абсолютно вопрос? Вы знаете, здоровые люди, которые ведут здоровый образ жизни, как есть данные, вообще какой процент людей? вот, реально. Процент людей, которые ведут здоровый образ жизни? Да. Или здоровых людей. Здоровые люди, которые ведут здоровый образ жизни, который им не вреден. Мне неизвестного об исследованиях, которые проводились на эту тему. Опять же, я могу просто говорить о том, что я точно знаю, потому что я читала статьи об этом. Если я не читала, то я могу сказать навскидку. Навскидку это очень, очень маленький процент на самом деле. Тех, кто вот этим не занимается. А вообще есть дорогие? С точки зрения ВОЗ нет. Возьмите, прочитайте определение здорового человека с точки зрения Всемирной Организации Здравоохранения. Это полное социальное, психологическое, материальное, биологическое благополучие. Спасибо еще раз. Ребят, скажем, Алисе спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok